здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала с вами Женя вы на канале счастье в нас самих и сегодня мы посмотрим мысли загаданного вами человека что он проявляет что он держит внутри и мы посмотрим действия этого человека на давайте ближайший месяц сделай вы можете выбрать свой свой период я обычно выбираю месяц поэтому тут выбор тоже ваш это золотая ривьера госпожили норман и конечно же совет я выложу из арапула ангелов романса это отношения это любовь это ангелы романса так что сосредоточьтесь на персоне на человеке который вас интересует если вам легче представьте если вам тяжело представить и сосредоточиться можете взять фотографию и посмотреть на фотографии просто сосредоточьтесь на человеке о котором вы хотели бы узнать думаю вы уже сосредоточились если нет ставите видео на паузу и сосредотачивайтесь а вообще просто представьте в мыслях человека лицо человека и тоже но не лицо я вообще предпочитаю предпочитать предоставлять полностью человека но это опять же это ваш выбор ну что давайте посмотрим что происходит загаданным вами человеком сегодня планы у него у него как-то события сейчас так складываются у загаданного вами человека что он думает о вас и для у некоторых из вас это именно это все же за все зависит от формата отношений вот тут ярко выражено если вы в паре вы встречаетесь и у вас прекрасные отношения то человек на сегодняшний день погружен в мысли о том чтобы сделать вам предложение если вы в поиске или в ожидании вы загадали какого-то знакомого человека или вы загадали человека с которым вы только познакомились у него сейчас мысли заняты не только вами вот и тут это кольцо и в принципе кольцо это прекрасное событие у него дела сейчас спориться и и в дополнение к тому что да я вижу что вы да понравились этому человеку которого вы загадали у него он думает и о вас и о том что происходит вокруг него и у него и он у него знаете такие радостные события вот что я вижу он улыбается давайте мы еще посмотрим тут да вот я дальше вот видимо надо выкладывать все вместе а потом уже начинать рассказывать ну в принципе я то что вижу то я и те картинки что я вижу те я и рассказываю так вот я же говорю для некоторых из вас это как подтверждение вы если вот у вас такие отношения что вы очень близки и пока что встречаетесь то тут я вижу именно именно сообщение от вашего молодого человека в котором может быть он в сообщении что-то скажет хотя если это предложение руки и сердца я не думаю что это будет сообщение я думаю что сообщение будет связано именно с вашей встречей и вот он сейчас думает о том как вам все это сказать как вам все это преподнести для тех кто только встретился вот тут тоже я вижу что думает о том как же вам донести что вы ему все таки понравились и он хотел бы с вами отношений и еще одну выложу карту вот для некоторых из вас дело в том что это для тех у кого кто уже в отношениях и у вас есть какие-то ну непонятные происходят ситуации в ваших отношениях это могут быть и качели это могут быть и какие-то недопонимания знаете тут еще я вижу ситуацию что у некоторых из вас как знаете когда вы начинаете вместе жить ну не избежать притирки и это притирка она не портит отношения но она выступает вот таким очистителем она чистит от всего ненужного и оставляет только самое важное так вот этот процесс очищения он немножечко он не болезненный но он не всегда приятный потому что когда вы начинаете жить с человеком одно дело встречаться а другое дело каждое утро просыпаться вместе так вот молодой человек думает об этом он думает об этом оно его ну не то чтобы мучает но вот создает ему дискомфорт и вот он думает о том как бы как бы вам мягко сказать что он такой как он есть и кстати вот тут я на его стороне по той простой причине что если мы решили жить с человеком если мы любим человека то мы действительно должны принимать вот таким как он есть и чем меньше мы будем обращать внимание на носки под кроватью образно я образно говорю девочки потом пишут комментарии но я говорю на носки под кроватью на тарелку на столе после ужина которая была оставлена и даже не положена в раковину чем меньше мы будем на это обращать внимание тем меньше оно будет попадаться на глаза поэтому подумайте об этом так что вот что происходит на сегодняшний день у молодого человека давайте мы сейчас посмотрим я вижу что мысли в принципе касаются вас давайте мы еще посмотрим глубже о чем же он думает вот в отношении вас что же какие же у него мысли именно в отношении вас сейчас посмотрим какие у него мысли в отношении вас думает он о вас думает о том что он мужчина думает о том что вот я же говорю он смотрит вашу сторону и думает о том как бы что бы где бы когда бы сейчас посмотрим дальше прекрасно хороший мальчик не доверяет не доверяет он вам немножко это я сразу тут вижу смотрите мужчина думает о том как бы для тех кто только познакомился я сейчас в принципе я вижу уже ситуации именно отношений между мужчиной и женщиной любовь морковь так вот если вы только недавно познакомились с мужчиной то мужчина готов за вами ухаживать мужчина готов встречам с вами мужчина готов своего рода попробовать строить что-то с вами но такое ощущение что вы даете ему повод не доверять ну что он вам не доверяет не доверяет что да он вы даете ему какой-то повод что он не доверяет вам он почему-то думает что вы играете с ним что вы пытаетесь что-то скрыть самое интересное я еще даже не смотрела что мужчина скрывает вот здесь я вижу обратную ситуацию что скрываете вы так вот у него такое чувство что вы что-то скрываете или вы скрываете что у вас есть другой партнер другой мужчина или вы недостаточно теплы недостаточно открыты с ним и он подозревает что это недостаток чувств а то и своего рода обман он почему-то подозревает вас в обмане каком-то но в то же время нравитесь в то же время хочет быть с вами в то же время в то же время в то же время как доверять или не доверять мужчине, сделайте, вот я вам сейчас это говорю, а вы сделайте вид, что вот вы ничего не знаете, вот тут, знаете, немножечко поиграйте с мужчиной, немножечко, это вот я же говорю, для тех, у кого уже отношения близкие, создайте немножечко интригу и нехватку себя, вот, и для того, чтобы, знаете, подстегнуть его мысли, потому что он, вот у него эти все мысли, и все, но у него есть еще какие-то страхи. Сейчас я посмотрю все-таки, чего же он боится и чего же, почему же такое ощущение, я все-таки выложу. Кто сказал, что нельзя? Можно хоть всю колоду выложить, я знаю тарологов, которые выкладывают практически всю колоду, интересно, я просто не умею так, мне не интересно, вот, но есть такое тоже. Смотрите, тут есть, тут две ситуации. Одна ситуация, что мужчина подозревает вас и переживает, что вы ему сказали неправду, есть еще одна ситуация, что мужчина не подозревает вас, ему кажется, что кто-то из прошлого, пытается с вами наладить связь, или кто-то ему дал неверную информацию, до него дошла информация, что кто-то из прошлого пытается или с вами наладить опять связи, или звонил, или видели вас с кем-то, и с вашим прошлым, это может быть, это не обязательно самое интересное, ваш прошлый там любовник, или парень, или ваш бывший муж. В принципе, это может быть любой молодой человек, но вот тут идет дезинформация, и тут это может быть как именно реальностью, так и тем, что он сам себе напридумывал, или ему сказали, а сказали, знаете, как не из добрых побуждений. Поэтому вот он очень хочет, он думает о вас, но он еще и боится обмана, и еще одна есть, еще одна ситуация, может быть, что у него что-то, да, он хочет, он думает о вас, но у него есть еще что-то нерешенное, которое еще болит из прошлого. Тут может быть и такая ситуация тоже. Это его мысли. Теперь давайте посмотрим, что бы он хотел вам сказать, и потом уже посмотрим возможный итог. Нет, я еще посмотрю, что он будет делать, хотя я уже часть того, что он будет делать сказала, ну, посмотрим, посмотрим, что бы он хотел вам сказать. Он хотел бы вам сказать, что он предан вам, он хотел бы вам сказать, что вы прежде всего его друг, и он хочет всегда быть рядом, что у него к вам самые нежные и добрые чувства. Что еще он хочет вам сказать? Также он хочет сказать вам, что он готов взять ответственность на себя за вас, что он добытчик, что он смотритель, давайте так, вот так у меня идет информация, что он мужчина, который может и хочет быть, да, он хочет немножко быть доминирующим, но исходя из всех карты, исходя из соседней карты, это можно трактовать не как доминирующий, а как человек, берущий ответственность на себя за вас. Вот это он хочет вам сказать, это тут уже, смотрите, в зависимости от формата отношений. Для тех, кто только познакомился, я хочу вам сказать, что вот тут мужчина говорит, что дайте мне возможность именно почувствовать себя нужным, почувствовать, что я любим, и что показать, чтобы вы показали ему свою заботу и свою, ну, можно сказать, даже преданность. Это для тех, кто только познакомился. Кстати, тут прекрасные карты для тех, кто замужем или женат. Тут у вас ремонт. Перемены ваши – это ремонт, который, по идее, должен быть красивым. А так все карты говорят о том, что у вас прекрасные отношения в семье. Давайте посмотрим еще, что он хотел бы вам сказать. Ну, и он хотел бы вам сказать, что он хочет еще больше узнать вас для тех, кто только познакомился. Он хочет, с одной стороны, он хочет, чтобы вы открылись и показали чувственность, показали заботливость, показали, какая вы женщина, и насколько вы можете быть другом. Но другом не в смысле друг, как в классическом смысле этого слова. Но ведь когда мы замужем или когда мы встречаемся или живем с молодым человеком, то мы все-таки должны поддерживать его. Вот. И поддержка, а выслушать – это вот дружеские качества. Так вот, для тех, кто уже встречается давно, и для тех, у кого я говорила, что мужчина хочет, мужчина предан, и мужчина хочет сам брать ответственность на себя, это карта говорит о том, что он знает, чего он хочет от отношений. И вот это он вам хочет сказать, что вот это то, чего он хочет, и он точно знает, как оно должно выглядеть. Вот. Теперь давайте посмотрим еще, будут ли какие-то действия в ближайший месяц. Что же молодой человек будет делать в ближайший месяц? Вы знаете, я тут вижу картину только для девочек, этот расклад только для девочек, потому что не вижу я здесь ситуации для мальчиков. Или поверните обратно. В принципе, для мальчиков все только в обратную сторону, но не всегда, поэтому сегодня это только для девочек. Простите меня, мальчики. Давайте мы посмотрим, что же он будет делать в ближайший месяц. Встречи. Но в ближайший месяц от него будут... Сейчас еще одну выложу. Все, теперь вижу. Смотрите, в ближайший месяц у вас будут встречи, у вас будут какие-то выходы, и все это время он будет, да, он будет действовать, но очень-очень осторожно. Это для тех, кто только познакомился. Для тех, у кого, кто вот то, что я говорила, что может быть предложение руки и сердца, тут еще, вот еще не совсем готов. Вот даже если начнет разговор об этом, вот я тут увидела это, но тут я вижу, что он, знаете, как два шага вперед, один назад. Вот он пошел вперед, а тут что-то его или отвлекло, или какие-то прошлые дела его, знаете, как ступор какой-то у него периодически происходит. Хотя вот говорю, мечтает, мечтает, мечтает быть с вами, мечтает построить с вами дом, мечтает, но в то же время что-то его держит, будут действия. Но не у всех это будет именно предложение руки и сердца. Для некоторых это будут встречи, и встречи, знаете, как с перерывом на обед. Нет, тут я вижу, что одна неделька, что-то у него произойдет, и он может даже, можно сказать, не появиться. Вы не переживайте. Это его какие-то дела, какие-то его задачи, которые он должен решить, поэтому он может одну неделю даже не появиться. Знаете, как, особенно когда встречаешься с человеком, я знаю, что когда идет, что происходит, когда идет вот самое начало встреч, даже когда вот просто, ну, я не считаю, что когда вы встречаетесь с молодым человеком, надо тут же поручить его мужья. Надо просто получать удовольствие от встреч, а потом получится хорошо, не получится, значит, будет что-то еще лучше. Но это самый лучший подход. Но я знаю, что девочкам не так легко это сделать. Так вот, иногда, особенно когда мы встречаемся, когда у человека происходит что-то, вот у него именно что-то произойдет, с которым он должен будет разбираться. Но так как он не хочет это на вас перекладывать свои проблемы, может быть такое, что он на недельку и не появится. Еще что я вижу. Вот тут я перескакиваю с мысли на мысль, потому что я вижу события, и я пытаюсь их все рассказать, которые вижу. Когда мы только начинаем встречаться, не важно, или вы, вот тут не важно, или вы мужчины, нет, кстати, важно, потому что обычно звонят мужчины, то мужчина начинает усиленно звонить, писать, и писать часто и по многу. Проходит какое-то время, и вы уже встречаетесь, и у вас, да, вы все-таки еще только встречаетесь, но вы уже ближе друг к другу, и уже тогда очень часто мужчина не пишет так часто. Ну, давайте так, очень много тем было как бы охвачено в самом начале знакомства, вот этот ажиотаж прошел, пришло больше спокойствия, больше рутины, и получается, что он, понимая, что вы, его женщина, может реже писать, реже звонить, а то иногда и несколько дней вообще не писать, не звонить. И это нормально. Вот тут сразу вам хочу сказать, из того, что я здесь вижу, в основном мужчина, если даже пропадет на неделю, это потому что это его какие-то дела, какие-то задачи, которые ему надо решить, и они могут быть не связаны даже с личной жизнью, это может быть связано с бизнесом или с работой, или с семьей, что-то в семье, вот. Но я вам хочу сказать всегда, девочки, создавайте нехватку себя. Никогда не отвечайте мужчине сразу. Никогда, минимум полчаса. Не важно, а то и больше. Не важно, что мужчина написал, как мужчина написал. Да, когда вы уже в разговоре, например, мужчина вам написал, вы через там полчаса, 40 минут ответили, и он написал еще раз, тогда вы уже продолжаете разговор. Хотя я всегда говорю, и это правильно, предпочтительно разговаривать, а не переписываться. Я понимаю, это 21 век, и очень много переписок идет, но если есть возможность поговорить, лучше поговорить. И еще ваши сообщения всегда должны быть короче, чем сообщения вашего мужчины. И тогда вот этих пропаданий, не важно, что будет происходить в его жизни, он просто из-за того, что ему всегда будет не хватать вас, какие-то два слова, может быть, да, если что-то происходит, он, ну как, человек занят. Человек занят. А мужчина, как известно, занимается одним делом в одну минуту. Это не женщина, которая может мешать кашу, качать коляску, еще и по телефону говорить. Вот. Мужчина, ну не может он, в силу природных особенностей мужчин, и это ничего не значит. Это просто так устроены мужчины. Их, они были созданы по-другому. Мы же были созданы женщиной для того, чтобы мы могли продолжать род. Поэтому мы более выносливы, мы более мультифункциональны. Поэтому мужчина – это добытчик вообще-то. И вот у него была одна цель – это именно принести и положить на стол, образно говоря. Но это я говорю о древних временах. Сегодня жизнь немножко изменилась. Есть женщины, которые и больше мужчин зарабатывают. Ну, это уже другой расклад. Так что вот будет действовать, будут встречи. Но я думаю, что вот это именно предложение, о котором я говорила, для тех, кто мужчина думает о предложении, все-таки не в следующем месяце. Вот такой у нас получился расклад. По-моему, неплохой. Нету здесь, опять же, я не рассматривала здесь формат, формат разрыв, расставание и ссора или развод. Потому что именно сама тема расклада не включает в себя тот формат отношений. и здесь даже, вот я же говорю, тут я даже, рассматривая мысли, я вам сказала, именно какие, ну, это не проблемы, а какие-то могут быть трения, но это больше, это больше притирание, притирка для тех, кто живет уже вместе, только начал жить вместе. А так я, а вот тут еще, вот я почему-то, я же говорю, я вот сказала нехватку, а теперь понимаю, я взглянула на первые карты, вот тут я, поэтому я и сказала, потому что я здесь увидела, что некоторые из вас довольно-таки часто пишут мужчине сами, ничего плохого нет в том, чтобы писать мужчине самой. Ни в коем случае нет ничего плохого, но по поводу этого я вам и говорю, что мужчины, они хищники, надо, чтобы у них вот этот охотничий инстинкт не пропадал ни на одну минуту. Поэтому я вам и даю эти советы, потому что когда они понимают, что вы их, вы их, вот тогда они успокаиваются, думают, написал хорошо, не написал тоже хорошо, позвонил хорошо, не позвонил тоже хорошо. Так вот нельзя, чтобы у мужчины даже мысли такие возникали. Для этого их надо держать именно немножечко вот в тонусе, при всем при том, что вот тут то, что я видела, открывайтесь, когда мужчина рядом, влюбленными глазами, и приятные слова, единственное, что не надо зайчиков или котят. Вот будете называть мужчину зайчиком или котенком, вот такого мужчины и получите. Кстати, я же выпускаю каждый день почти видео о словах паролей, так вот я говорю о силе слова сейчас. Мужчину можно назвать любимый, можно назвать дорогой, можно назвать родной, вот, но, можно сказать, солнце, если вам так нравится, но ни в коем случае ни котик, ни зайчик. Вот, и получите такого мужчину. Он будет котиком и зайчиком, а он должен быть ответственным мужчиной, который берет на себя ответственность за себя и за вас. Ну что, совет Оракула. Сейчас посмотрим, что нам скажет Оракул Ангелов Романса. Ой. Для некоторых из вас я хочу сказать, что я тут эту тему не рассматривала. Для некоторых из вас тут актуальна тема детей и актуальна в том смысле, знаете, что такое ощущение, что у некоторых из вас вы уже имеете детей и на ваши отношения могут влиять и дети. И дети тоже. Для тех, кто хочет детей, тут прекрасная карта для зачатия. Если вы замужем и хотите детей, это прекрасная карта для зачатия. Еще эта карта говорит о том, что относитесь ко всему легче. Легче и более вы знаете, как дети, вы не должны, ну, представляйте себя, как будто бы вы наивны. Вот. Вот об этом говорит эта карта. Ну и теперь, как я могу без карты на исполнение желаний? Не могу без нее. Планируйте ваши желания. Желаний много не бывает. У меня на канале уже есть несколько ритуалов на исполнение желаний. Кстати, заходите на канал, смотрите. У меня уже есть несколько человек с обратной связью, у которых желания исполнились. У меня есть видео исполнено 27108. Заходите и используйте, пользуйтесь. Там просто надо смотреть и можно или сконцентрироваться, визуализировать, если вам это легко. Если нет, вы можете просто повторять свое желание. Это видео двухминутное, там две минутки. Две минутки в день, по-моему, стоит. Ну, что, запланировали ваше желание? Смотрим. Прекрасная карта процветания. Вас ждет процветание, вас ждет удача, и ваше желание точно исполнится. вы правильно запланировали, правильно сформулировали, и вы правильно настроены. На сегодня все. Я благодарю вас от всей души за прекрасные комментарии, вы оставляете под моими видео, за вашу обратную связь, за то, что вы доверяете мне, и следуете моим советам, и проходите практики тоже. У меня их уже очень много на канале, мне даже не верится, что столько. Я когда смотрю на канал, мне даже не верится, что я уже создала для вас столько видео. А тем еще много, и каждое из моих видео это помощь для вас. Желаю вам счастья, здоровья, взаимной любви, взаимопонимания, гармонии, радости, удачи, успехов, благосостояния. С вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока-пока. Пока.